Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Трейсер. Мы покидаем нашу квартиру в зоне отчуждения, вернее в городе Припять. И сейчас... Сейчас... Короче, ребята, покидаем мы нашу квартиру в Припяти. Сейчас идем, берем велики и отправляемся в одно место. Мы не знаем, как оно называется, но ребята там уже были. Они видели какую-то бензоколонку, и поэтому они решили назвать это место нефтебазой. Место, короче, классное. Ехать туда немножко далековато. В общем, сейчас приедем, сами все вы увидите. Несколькими этажами ниже хранятся наши велосипеды. Мы их все связали вот таким вот замком, чтобы их не украли. Хотя их, конечно, могут украсть, просто нужно сломать этот замок. Но если кому-то будет лень ломать замок, то все четыре велика они не утянут. В общем, открывай, Влад, наши велосипеды. Все, ребята, мы на улице. Вот такой вот, ребята, у меня велик. Вчера купили его, немножко обслужили. Пробилось первым делом колесо, поменяли камеру в нем. В общем, на таком вот я велосипеде езжу. Это что, тачка на прокачку или что? Нет, это не тачка на прокачку. Это обзор моего велоспорткара. Проходим через такие вот жарящие припяти. Вокруг нас дома. Дома. Может быть, в сумерках это выглядело бы жутко. Но сейчас это выглядит печально. Сел ребята на велосипед и понимаю, что мне очень сильно болит жопа. Мы сегодня ночью ехали. Около 60 километров к Припяти был наш путь. Такой длинный, потому как мы ехали немножко обходными путями, чтобы минимализировать встречу с кем-либо вообще. И так как я на велике катаюсь очень редко, болит очень сильно жопа. Сейчас сел на велосипед и понимаю, что капец, как больно. Планируем сегодня ночью обратно возвращаться. Вряд ли мне жопа отойдет. Еще сегодня ночью обратно 60 километров. Наверное, будет жопа болеть еще больше. Ехали-ехали мы вперед, и впереди видим, идет экскурсия. Мы решили все-таки сейчас ломанемся через эту экскурсию. Скорее всего, патрульных с ними не будет, экскурсоводы нас ловить не будут. Мы просто сейчас быстренько проедем. Мы на велосипедах, они пешком, они нас не догонят. Погнали. Эй, русский, давай. Бум. Идем мы такие, идем вдоль таких вот гаражей. Не знаю, что здесь было. Возможно, какой-то мини-гаражный кооперативчик или еще что-то. И в одном из этих гаражей мы решили спрятать наших железных коней. Наших железных коней решили спрятать. Блядь, пацаны. Что? Я не хочу отвергать. Ого, давайте тогда велик тут оставлять не будем. Да, фанит. Уже 500. Короче, почти 500 микрозавертов. Тысяча? Хотели, короче, здесь оставаться? Тысяча. Ну, все, валим, валим, валим быстрее. Нахватаемся еще радиацией. Яйца отгнивает, пацаны. Давайте. Я уже чувствую, как у меня, блядь, яйца не работают. Блин, спрятали, называется, велосипеды. Поехали дальше тогда искать место. Просто мы уже практически подъехали к нефтебазе и думали... Колючка, осторожно. Блин, на колючую проволоку наехал. Надеюсь, не пробил колесо. Но если что, у меня есть запасная камера. Короче, здесь уже рядом вот эта нефтебаза, чтобы по ней не ходить с велосипедами. Решили их спрятать. Ну, такое вот не очень удачное место нашли. Сегодня больше 30 градусов. Я, красавчик, додумался одеть кофту. Вот такую вот теплую, камуфляжную. Теперь езжу в ней, как в какой-то духовке. Мучаюсь. Очень жарко сегодня. Вот мне посередине подаю к дыску. Вот что, да? Вот это дыску. Вот это дыску. Встанно, наверное. Ебать. Это командная работа. Сколько, сколько, покажи. Сколько рашку. Уу, валим отсюда, дядя. Валим, валим, бегом. Ты что, валим отсюда? Валим, да. Кулакой пойдем. Пошли отсюда. Сейчас нахватаемся. Ну, нахватаемся хуйни. Сколько? Нет, сегодня не хватает. Считай. Повышение в 50 раз. Ровно в 50 раз. 50 раз. Это ничего страшного? Это ничего страшного, если не долго? Но все равно зачем это делать? Велики, да. Велики просто. Я не надо велики вставить. Здесь радиация превышает 50 раз минимум. Рекомендованный радиационный фон. И Влад пробил колесо. Смотрите. Едет полностью на спущенном. Вот, кстати. Какие значки ставят в тех местах, где очень жестко фонит? Сколько уже? За шкал. Это шо, рентген уже? Ну, я не знаю. Не, не рентген. Бля, давайте валить отсюда. Может, ну его нафиг тут нефтебазу. Что, фонит? Кладбище какое-то. 2000 нахуй, ебать. 2000? Это уже сколько? Это уже не пол... Ребята, вы просто посмотрите, какой фон на придвеском кладбище? Почти 2000 микрорегина сейчас. На кладбище 2000. Самое, ребята, что прикольное, что это какое-то чернобыльское кладбище. Судя по тому, что здесь есть цветочки, сюда приходят люди. Рекомендованная норма это 0,30 микрозивертов, а здесь 2000. Вот в этом году, видимо, вот эти цветочки обновляли. Сюда приходят люди. Ну, в принципе, если недолго здесь находиться, это ничего страшного. Но все равно, зачем это делать, это глупо. Надо менять локацию. Короче, меняем сейчас колесо в ладу, быстренько и гоним. Нашли мы вот такую вот могилу, под ней поставили наши велики. И дальше идем на нашу нефтебазу. Здесь радиационный фон 2000 микрозивертов. Я думаю, от того, что наши велики аккуратно постоят, сильно плохо им не станет. Ребята, проходим возле какого-то могильника. Влад, какой фон? Уже 800? 1000 или просто 800? Просто 800. Ну, уже и падает. Хотя я думал, мы будем проходить возле этого а-ля могильника. И здесь будет вообще просто лютейший радиационный фон. Ребята, смотрите, что мы нашли. Мутант! Это кости мутанта! Это чупакара, пацаны. О, нет! Чупакара или чупакабра? Умерло какое-то животное, остались его косточки вот так прям под открытым солнцем. Здесь радиационный фон превышает примерно норму в 10 раз. И вот там буквально в 50 метрах уже забор. Ну и какое-то функционирующее, я так понимаю, предприятие. Очень интересно, что за мутные дела там происходят на нем. Может, я, конечно же, ошибаюсь, но мне кажется, со сталкеров здесь очень-очень редко кто ходит. Из ютуберов, можно сказать, наверное, мы первые, кто пришли, ребята, к вот такому танку. Смотрите, ребята, какой танк. А что сюда со сталкеров мало кто приходит, мне кажется. Потому как, ну, вот тут за спиной я показывал, есть какое-то предприятие. В любой момент может прибежать охрана. Давайте посмотрим, что там в пушке у нас. Там как будто какой-то снаряд торчит. Или мусора кто-то напихал. Кстати, кто там танкист? Напишите, короче, в комментариях, как называется этот танк. В общем, он почти не фонит, но все-таки фонит. Если бы он вообще не фонил, его бы, наверное, сдали на металлолом. Металлолома здесь очень даже много. Давайте, ребята, залезем наверх, посмотрим, что там. Когда очень много видеоблогеров на один квадратный метр, то не совсем комфортно. Я хотел первым залезть, но меня опередили, но ничего страшного. Давайте я вам покажу, что там. Внутри, в принципе, ничего нема. Видимо, все мелкое, что можно было, было похищено уже какими-то мародерами. Еще, наверное, в первые годы после самой аварии. Не вижу смысла туда вниз спускаться мне, поэтому просто похожу вот так сверху. Вон, ребята, бензоколонка. Теперь понятно, почему Влад назвал это место нефтебазой. Вон там, короче, ребята, есть автобусы. Это, скорее всего, те автобусы, которые вывозили людей с Припяти. Я не помню, какое количество было автобусов. Я недавно смотрел сериал, который, наверное, многие из вас смотрели, или большинство, если не все. И вот там писалось, короче, какое количество именно вот этих таких автобусов были. Я забыл, как они называются. Ну, сейчас подойдем ближе, я вам покажу. Тут еще по-божески по сравнению с тем, что было. Чернобыльское кладбище автобусов. В принципе, да, они не очень сильно фонят. Я думал, мы сейчас подойдем, и тут просто космический фон будет. Здесь обломки какой-то другой техники. Вроде ничего интересного. Да, интересного ничего. Вот такие какие-то кабины там от Зилов вроде бы, если не ошибаюсь. Вон, возможно, от КамАЗа или еще от чего-то. Ладно, сверхинтересного ничего нету, поэтому пойдемте, ребята, уже на вот эту нефтебазу. И базу, как ребята говорят на нее. Такой покосившийся, ребята, забор. Вон там даже какими-то подпорками подперт. Я надеюсь, сейчас он не рухнет. По закону подлышки имею тогда, когда я буду по нему лезть. Фу блин, надо руки будет отмыть обязательно. Здесь, я так понимаю, когда-то разливался 76-й бензин. 476 литров кому-то налили. И это стоило всего 90 рублей. А это что-то похоже тоже на какие-то колонки. Влад предположил, что здесь газом заправляли. Может быть, это логично даже, потому что трубы искрашены в желтый цвет. Обычно газовые трубы такого цвета. Немножко страшновато здесь, потому что мы куда-то перелезли. Там была колючая проволока. Конкретно, конечно, в том месте, где мы перелазили, она была перекусана. Но мы, короче, ни в одном видосе ни у кого не видели, чтобы здесь кто-то был. Не знаем. Мы не знаем, охраняется эта территория или нет, потому как раньше ни у каких блогеров, сталкеров я не видел видосов. Может, конечно, и был кто-то, но лично я не видел. Да, сняли головку. Возможно, снять кто-то что-то хотел, потому что, смотри, здесь уже значок вот висит. Кстати, Влад отошел. Надо, чтобы он фон померил тут. Вот вода слита, видишь? Вода слита. Переворачивали, это водовозка, но они переборудовали ее на что-то полезное. Может быть. С двигателя, скорее всего, кто-то, чтобы снять хотел ценные. Не, мне кажется, его ремонтируют. Смотри, вот этот винтик вообще целый. Колеса накаченные. Еще самый... Накрашенный, кстати, вот этот красный. Кстати, смотрите, ребята. Это свежая штука. Вот такой кулечик обычно на такую бумажку вставляли от страхового полиса, чтобы когда ты едешь, полиция тебя издалека видела. Некоторые водители по сегодняшний день такой фигней страдают, но это уже не обязательно. И, в принципе, то, что вставишь, это уже ничего не значит. И этот кулечик выглядит очень свежо. То есть эти машины, скорее всего, здесь явно не с конца 80-х годов стоят. Это где-то, наверное, там конец 90-х, начало 2000. Непонятно, чем эти машины занимались, но имеют они вот такие вот значки. А вот, ребята, еще есть такая вот машина. Предположительно, это была какая-то водовозка. А это даже не машина, это такой чисто прицеп. Скорее всего, я понимаю, воду. Либо горючку, это же все-таки... Смотри, видишь, вот эти фрейни, они наполняли цистерну, забирали и ввели куда надо. Да, скорее всего, это горючку заливали здесь все-таки, а не воду. Наверное, заправочная станция была во время того, как проводились какие-то ликвидационные работы здесь. А вот и стоит такая махиндра. Вон внутри такой бачок в ней. А вот, ребята, мы нашли чернобыльскую яблоньку. Некоторые люди умудряются кушать эти яблоки. Мне тоже доводилось их пробовать. Я ощущал шкурку, потому что там сверху могла какая-то радиоактивная пыль быть. И то, что внутри... Не то, чтобы мы кушали, мы просто жевали, глотали сок и выплевывали. А вот, ребята, еще одна яблонька. Здесь уже яблочки побольше немножко. Напишите в комментариях, хотели бы вы съесть чернобыльское яблочко. Кстати, где-то в стороне мы слышали только что какие-то звуки металла. Возможно, кто-то что-то шумит. Артем нашел дверь какую-то. Она была подперта вот этой штукой и закрыта на веревку. Давайте посмотрим, что там. Очень интересно. Да, давайте ее рванем. Я рвану просто. Тут есть, что воровать еще. Но мы не воровать пришли сюда. Ребята, мне кажется, что это читовая до сих пор рабочая. Да, не рабочая. Смотрите, ребята, максимально свежее помещение. То есть тут по-любому все еще рабочее. Такое неразворованное помещение. Понятно, что у нас замотано на веревочку. Но, мне кажется, такая веревочка не удержит. Надо было бы хотя бы на какой-то ржавый замок, либо толстую проволоку. Вот самое беспалевное было, это, наверное, на толстую проволоку, если бы закрутили эту дверь. Потому что замок бы точно сломали. Подошли, ребята, к такой вот огромной-огромной бочке. И сейчас по вот этой винтовой лестнице будем подниматься на вершину ее. Поднялись, ребята, наверх. Палимся наверняка здесь. Кстати, смотрите, что вон там видно. Да, причем с крупным планом. Крупным планом. Вот рядом тут такие же бочки. Стоят, я так понимаю, в них хранилась какая-то горючка. Если не прав, то поправьте меня в комментариях, что здесь хранилось в этих бочках. Пора, наверное, ребят, отсюда спускаться. Потому что, ну, сверхинтересно, здесь ничего нет. Есть очень много видео, много всяких постов в интернете о различных забаяненных местах. Там 16-этажки, колесо, дуга, еще что-то. А есть вот такие места. Я не скажу, что мы здесь первые. Но одни из немногих, кто здесь был, я почему-то раньше не видел ни у кого здесь видос. Все, ребята, уезжаем обратно на нашу сталкерскую базу. Сейчас на часах уже без 15.05. Немножечко отдохнем сейчас и пойдем дальше исследовать Припять.